600 в минуту, 700 тысяч в день. Консервные банки на заводе Бандюэль производят круглосуточно, без перерывов. На одном участке больше трех точек контроля. Оптический глаз проверяет все, вплоть до пыли и царапин на поверхности банки. Здесь попал какой-то мусор внутрь банки. Видеосистема определила и выбросила эти банки. В прошлом году консервщики Кубани в прямом смысле закатали рекорд. Впервые в истории России они произвели 1 миллиард 200 миллионов банок. Самый популярный наполнитель – зеленый горошек. Таким количеством консервов можно под завязку заполнить 9200 товарных вагонов. Перед началом нового сезона консервации на Кубани. Цеха по производству тары на заводе Бандюэль осматривает Вениамин Кондратьев. Сбор горошка начнется в июне, но банки готовят уже сейчас. Часть кукурузы, помидоров, зеленого горошка на заводе выращивают сами. Остальное добирают у фермеров. Нашего кубанского сырья не надо заставлять выращивать. Он будет это делать, если он будет гарантированно понимать, что у него будет сбыт. А сегодня сбыт мы видим, понимаете, продукции, безусловно, это перерабатывающие консервные комбинаты. Торговые полки и торговые сети – это сезонный для них товар. Вы готовы и можете консервировать, и на самом деле круглогично закупать. Основная проблема всех переработчиков как раз – поиск сырья. Желательно от кубанского производителя. Об этом руководители крупнейших консервных заводов и губернатор говорят уже во время неформальной встречи прямо на заводе. Потребность у нас более 300 тысяч тонн. Причем она распределяется так. Предприятия перерабатывающей промышленности производят, собственно, на своих полях 55%. 35% сельхозпроизводители, фермеры Кубани. И 10% мы вынуждены, к сожалению, мы не говорим, что нам выгодно, вынуждены завозить в других регионах. Это порядка 25-30 тысяч тонн. Надо просто прекращать, когда на самом деле это порочный круг, когда везут сырье из других регионов России для нашей кубанской переработки. У нас что, своей земли нет? У нас что, климат плохой? И фермеры должны быть обвинять их в кооперативы, они сами по себе тоже не выживут. Ну, на новый уровень выводите и сельское хозяйство, и тогда и переработка может подключиться к тому, чтобы они тоже новый уровень выходили. Изменить ситуацию можно только увеличив объемы выращиваемой на Кубани продукции. Но в этом случае даже господдержка всего лишь процент от успеха, соглашаются сами переработчики. Фермеры и консервные заводы должны целенаправленно работать друг на друга. Почему здесь не перейти на то, что делают сегодня сахарные заводы? То есть они кредитуют сегодня под будущий урожай сегодня фермеров, которые выращивают для них свеклу. Вот что делает сегодня Бендуэль? Они не дают деньгами, они дают товарным кредитам, они дают семена. Но то же самое, они тоже кредит, товарный кредит. Это то, что сегодня нужно нашему селянину, сельхозпроизводительнику. Кто-то с ними должен риски разделить. А если вы, те, которые перерабатываете продукцию, риски с ними не хотите делить, а только дайте, конечно, не дадут. Они тоже боятся рисковать. Если вы разделяете риски с фермерами, переработчики, то с переработчиками риски должны разделить государство. Вот тогда будет на самом деле результат. Системное объединение фермеров вокруг перерабатывающих производств поможет решить и проблему качества крестьянской продукции. Часто она не устраивает заводы. К примеру, огурцы слишком большие или помидоры не очень сочные. Решение этой проблемы лежит в создании логистических сетей между фермером и переработчиком. Для того, чтобы у фермера было понимание уже в декабре месяце, что у него в будущем сезоне есть возможность продать этот урожай, который вырастет. И самое главное, техническое задание от консервной промышленности переработчиков, что необходимо выращивать. При таком подходе к делу через три года кубанские консервные заводы смогут полностью работать на местном сырье, уверены в Минсельхозе. У нас была кубанская переработка. Очень мощная была. И был кубанский бренд. Сегодня, к сожалению, мы можем говорить о том, что написано на баночке, выпущено на Кубани или произведено на Кубани, а реально внутри этой баночки кубанского-то ничего там нет. Вы говорите сегодня об импортозамещении. Вот импортозамещение будет только тогда, когда в этой консервной банке будет то, что на самом деле выращено на Кубани. Выращено на Кубани и на Кубани законсервировано. Руководство региона пообещало подумать и о том, как помочь фермерам с поливом земель, где будут выращивать овощи и фрукты на переработку. Возможно, тогда консервные заводы Кубани заработают на полную мощность, а не на 60%, как сейчас.